Мы планировали поехать в начале мая, паковали чемоданы, выбирали купальники. Билеты куплены, отель забронирован, но чемоданы теперь придется распаковывать. Вероника Валикова рассказывает, лететь на Средиземноморский берег собирались большой компанией. 11 человек. Тур на май купили еще три месяца назад. Вроде согласились перенести тур на октябрь, и вот наш бедный турагент все перебронирует. Оставили Турцию, раздумывали по поводу Абхазии, но погоды там в мае не очень, другие даты мы не рассматривали. Туры на майские праздники одни из самых востребованных, говорят в агентствах. При раннем бронировании цены приятные, к тому же в это время берег Турецкий гораздо теплее отечественного. В связи со сложившейся ситуацией сейчас жители выбирают Арабские Эмираты, Кубу и Египет. Открыть могут такие направления, как Греция и Кипр. Но цены сейчас везде растут. Спрос подскочил на Сочи и Крым. Спрос есть, так как есть спрос туристов, поэтому цена, конечно, завышается от турбираторов. Но поэтому мы советуем туристам поспешить с бронью. Такой паники с возвратом туров, как в прошлом году, когда границы закрыли впервые, уже нет, говорят и турагенты, и в Роспотребнадзоре. Чаще всего на горячую линию управления обращаются жители, желающие узнать, когда откроется авиасообщение. Жалоб на туроператоров, которые не могут вывезти туристов из Турции, не хотят возвращать деньги или менять место отдыха, не поступало, отмечают в Роспотребнадзоре. На сегодня в отношении отдыха по Российской Федерации никаких ограничений нет. Но тем лицам, которые будут планировать все-таки выезд, ближе к тому времени нужно интересоваться, какая ситуация в том регионе, куда планируют выехать с посещением. По въезду в регионы Российской Федерации справки не требуется. И проведение ПЦР-тестирования также не требуется. Однако сдать тест на ковид сейчас должны все въезжающие в страну, причем на любом транспорте. Пока не придут результаты ПЦР-тестирования, жители должны соблюдать режим самоизоляции.